Эти медные Монеты чеканины давно, в начале девятого века, в правлении знаменитого Хаифар-Рашида. Ты, Мурас Георгиевич, это дергемы? Да, дергемы. А ты что, интересуешься древними монетами? Да так, немного. Да, Мурас Георгиевич! Вы не забыли, сегодня мне надо уйти пораньше! Да, да! Хороший у тебя, двоюродный брат. Жаль, что он уезжает. Скажи ему, пусть приходит за расчетом. Хорошо. А вы предупредите еще раз всех, что в этом слое возможны интереснейшие находки. Пусть копают особенно осторожно. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Ну как, ничего? Нет, ничего. Ты, Мурас Георгиевич, сказал, чтобы ты за расчетом пришел? Да? Угу. Собери инструмент. Угу. Мурас Георгиевич. Мурас Георгиевич. Мурас Георгиевич, сказал, что ты не сама... Так, ты неплохо поработал, не хуже взрослого. Это твоя первая зарплата? Первая. А что с ней будешь делать? Маме отдам. Правильно, Мурат. Жаль расставаться, но я рад, что ты теперь будешь учиться в городе. Ну, будет время, заходи к нам в институт. Обязательно зайду. Может, искупаемся? Не, холодно уже. Давай рюкзак. Ничего, я сам. Да он же тяжелый. Что, маленький что ли? Ладно, не сей. Ладно, не сей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Где ты бегаешь? Тебя ведь ждут. Я руки мог. Ну, будьте счастливы. За ваше здоровье. КОНЕЦ Ешьте больше, нам еще предстоит работа. Какая? Нашу башню отремонтировать надо. А зачем мы ее ремонтируем? Кому она нужна? Эх ты, чудак. Ты хоть знаешь, что в старые времена именно эта башня спасала от набегов наших предков? А, сейчас и без нее можно обойтись. Это же память зала. Да, чуть не забыл. Я сегодня получил зарплату. Вот ты дождалась первой зарплаты своего сына. Так. Хорошо. Так. Наши предки были отличными строителями. Камень на камень клали без всякого раствора. А этой башне уже 400 лет. Такая кладка называлась Сухой. Сухой? Да. Сейчас так не строят. Современные дома живут гораздо меньше. А почему? Понять не трудно. Разве сравнишь кирпич вот с этим? Да и секреты свои были у старых мастеров. Какие секреты? Расскажи. А, обо всем сразу не расскажешь. Но один из них заключался в том, что камни, из которых состоит вся эта башня, не одинаковые. Чем ближе к основанию, тем они крупнее. А почему? Я знаю. Чтобы верхние не раздавили нижние. О! Правильно. Отец твой все время в командировках. А теперь вот и ты уедешь. А одному мне ее уже не отремонтировать. А так хочется, чтобы она стояла долго. Да. Когда я выучусь на строителя, то всегда буду ремонтировать ее. Самое трудное в жизни – осуществлять задуманное, что бы ни случилось. Эти археологи даже ко мне в огород забрались. Клад не нашли? Нет, но зато мне картошку скопали. Что ты все научишь? Слушай, Мурат, что бы ты сделал, если бы нашел клад? Как что? Отдал бы археологам. Весь? Ну, конечно. И ничего бы себе не оставил. Да ты что? Ты хоть понимаешь, какую ценность представляет каждая находка для науки? А потом, что бы я делал с ворованным кладом? С ворованным? А ты как думал? А ты как думал? Вот мы и дома. Теперь ты будешь жить здесь. Тебе понравится. Здрасте. Здрасте. Добрый день, Заур. Как ты отдохнула? Нормально. Здрасте. 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 Привет, мам. А мы уж думали, не случилось ничего. Завтра ведь занятие у вас? Ой, загорел ты, как поправился. Ой, как отдохнули горцы. Здравствуйте. Отдыхал я. b Д трл Узнаю нашего дорогого дедушку Булата. Кстати, как он себя чувствует? Здрасте. Ну, проходите. В комнату обедать будем. Мойте руки. Здравийальный, М er faucet C. Да. Ну, а теперь выпьем за наше благополучие, за наше здоровье и достаток, за то, чтобы в доме было все. Только тогда нас будут уважать. Хочешь выпить? Я не пью. А вот он бы не отказался. Саур. Что это такое? Совсем отличал в селе? Для чего вилка? Ну, я понимаю, в горах можно есть и руками. Но ты же в городе. У нас дома едят вилками. Ты, Мурат, кушай, кушай. Когда говорят старший, не вмешивайся. У Заура с воспитанием не все в порядке. Да и не только с воспитанием. Стоп, папа. Дальше я продолжу. Мне надоело перетягивать Заура из класса в класс. Половина моей зарплаты уходит на репетиторов. Хоть машину продавай. И сколько можно балбисничать на уроках? Нравственный ты урод! А? То есть я урод. Нравственный. Видали? Бить его? Говорят, не педагогично. А ведь учиться может. Мне математика не дается. Не дается. Ты знаешь, чем он занимается, Мурат? Вместо уроков. Хватит обо мне, папа. Ну, мизматикой. Завр, ты собираешь монеты? Потом расскажу. Мне сейчас сходить надо. Тебе на следующий. Угу. Извините, я, кажется, наступила вам на ногу. Да ничего. Ему даже приятно, девушка. Пропустите. Дорогие мои ребята, в этом классе вы проучитесь три года. Дорогие мои ребята, которые пролетят очень быстро. Хочется, чтобы по истечении этого срока вы стали отличными мастерами своего дела. Специальности каменщика присущи две особенности. Она довольно трудная и в то же время необходимая. Поэтому на наше отделение идет не каждый. По крайней мере, девушек среди вас почти нет. Поэтому мне, как будущему вашему мастеру, интересно знать, что привело сюда каждого из вас. Давайте начнем с Керима Хинаева. Ну, стране нужны строители. Вот я и пришел. Так, ясно. Значит, подвиг совершил. Да. Садись. А что скажет Алан Мамиев? Честно. Давай честно. Понимаете, я занимаюсь спортом. Хочу тренироваться здесь, в городе. Тут есть все условия. Ну и заодно хорошую специальность получу. Ну что ж, это действительно честный ответ. Коротышка в спорт лезет. А вот это уже лишнее. Ну, а теперь послушаем Аликову Венеру. Тихо. А что говорить? Я с детства строить люблю. Так. Понятно. Мурат Каболов. А ты что скажешь? У нас в семье все мужчины были строителями. И прадед, и дед, и отец. А еще хочется скорее стать самостоятельным. Помогать родителям. Похвально, Мурат. А тебе приходилось уже работать? Да, немножко. Где? У нас в горах, в археологической экспедиции. Ну и как, интересно было. Очень. Ученые нашли древние захоронения. Много домашней утвари, монеты. Золотые. Нет, золотых не было. Очень жаль. Как раз нам и нужны. С какого вы курса? С первого. Петек, иди сюда. Хотите участвовать в самодеятельности? В самодеятельности? Хотим. Нам как раз нужны симпатичные девушки. Кому это вам? Мне и моему другу, Кериму. Шутник. А барышня, милая, дорогая. Ну, керируйте, артист. Нахал. Я кому говорю? Лучше меня, говорит, никто не может сделать тур добра. Ребят, ну отстаньте. Ну пусти. Туда не пройди. Отпусти. Оставь ее. А, археолог. А тебе чего? Э, ну ты. Поосторожнее. Кому говорят? А, пан спортсмен. Мое почтение. Ладно, потом поговорим. Нечего пугать. Никто вас не боится. Посмотрим. Ну, я пошел. Я, пожалуй, тоже пойду. Ты тоже здесь учишься? Да. На первом? На первом. А ты? И я на первом. Ну, я пойду. Да, да, конечно. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Зава. Привет. Занимаешься? Ага. Как первый день занятий? Ничего. Было очень интересно. А у тебя как? А, скука. Мальчики, идите мыть руки. Ну что, пойдем? Я сейчас зачитаю. Угу. Угу. Ты зачем берешь ключ от гаража? Мне надо, Пав. Я сейчас зачитаю. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ А у нас те реки тихие, широкие. Это где? В Моздоке. А ты сам откуда? Из Фиагдона. У нас река совсем бешеная. Пусть плывет. Ты любишь читать стихи? Да. Хочешь, я тебе почитаю? Почитай. Желтеют, темнеют трава и кусты, На скатах щербатых туманы и кусты. Кустахи Тагуров. Мой дедушка его всего наизусть знает. Он с детства мне читал его стихи. Помнишь такие? Время врач тоски, Буйным синяки, Всем лентяям кнут, Шустрым, Шустрым рыбопут. Субтитры создавал DimaTorzok. Вы запомните на всю жизнь ваш первый рабочий день. Первые кирпичи вложены дальше. Сегодня вы впервые пришли сюда на практику. Вы будете вести кладку наружной стены детского сада. Прошу помнить о технике безопасности. Башеный кран КБ-100 предназначен для строительства. А теперь, ребята, пройдем на рабочие места. Иди скорее. Дай пройти. Запомни, если еще раз увижу с этой девчонкой, сверну шею, как петуху. Она будет ходить только со мной. Понял? Нет, не понял. Ну, хорошо. Объясни. Можно я с тобой пойду? Надоел ты мне. Ну, подумай, что я буду делать дома один? Ничего, Рокки. Завтра воскресенье. Тоже мне друг называется. Ну, ладно. Я, кажется, нашел то, что надо. Что? Торт. Почему именно торт? Когда мы придем, они сразу же поставят на стол чай. А к чаю лучше всего подходит торт. Ну, как мы с тортом заявимся в общежитии? Если тебе стыдно нести торт, то его понесу я. Да. И съешь его тоже ты. Очень надо. Ты меня слушай. Я женскую психологию во как знаю. Ну что, берем? Ладно, бери. Куда это вы? А ну, поворачивайте назад. Сюда, посторонним нельзя. Кто это посторонний? Мы? Мурат, покажи кодовствоверение, а то меня руки заняты. Здравствуйте, тетя Клава. Здравствуйте, девочки. Вы из нашего училища? Из вашего. В какую комнату идете? В какую? А где живет Лена? Какая Лена? У нас много Лен. С длинной косой. Лена с длинной косой живет в 12-й комнате. Вторая дверь налево. Только запомните, ребята. У нас такой порядок. После восьми часов ни одного постороннего человека. Так что в вашем распоряжении осталось всего 16 минут. О, порядки. Да, такие. Это? Ага. Держи. Войдите. Заур. Лена. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Фатима. Это мой двоюродный брат. Садись, Мурат. Садись. А мы как раз собирались пить чай. И как это ему удалось уговорить тетю Клаву? Уже без 15-ти 8? Я сейчас. А у вас совсем неплохо. Что? И у мальчиков такая же обстановка? А? Да, такая же. Только порядка у них поменьше. И как вы догадались с собой торт принести? Мы как раз мечтали о нем. Это вот заур. Он у нас психолог. Я еще и не думал. И как раз... Так он мода. Сарга-шалаш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кирилл, ты слышал? А они не наелись Ну ничего, сейчас мы их накормим Мурат! За что вы ударили моего брата? Займись-ка очкариком, а я этому еще врежу Ну, кто кого накормил? Гад! Пойдем, Завор Что? Убегаете? А здорово ты их приемчиками Научишь меня? Научу Теперь ты понимаешь Почему я не хотел, чтобы Мурат жил у нас? И надо же Не успел приехать Как втянул нашего сына в какую-то Сомнительную женскую компанию Вязал его в драку Нет С этим надо решительно кончать Завтра же Наметли Мурату Чтобы он перебирался в общежитие У них ведь наверняка Есть при училище общежитие Неудобно Что скажут родственники? А если Никизаура Тебе смотреть удобно? Итак, ребята Мы разобрали с вами еще два способа кладки кирпича Сейчас все свободны Дежурные Соберите учебные пособия Ирбеку, Кериму и Мурату Остаться Что случилось? Конечно, каждый из вас Скажет, что он нечаянно упал И ушибся Однако, как мне стало известно Вы вдвоем били одного Посмотрите мне в глаза Если это не так Стыдно? Мне тоже стыдно За вас Идите А ты что стоишь? Георгий Камбалатович Можно мне перейти в общежитие? Я живу у родственников А мне от них далеко ездить На занятия Так что Сегодня перейдешь? Да, если можно Хорошо Иди в общежитие Я скажу Чтобы тебя устроили Спасибо Расстояние Можно вас на минутку? Я сейчас Это здание Вы строите для нас У меня к вам Большая просьба Вы понимаете Строители Срочно перебрасывают На другой объект Я уже была в тресте И в исполкоме И в горздравотделе Ничего не получается Говорят Подождите До следующего года А нам ждать Никак нельзя Через две недели Освобождаются Сантехники И отделочники Они придут А тут даже стены Не сделаны А силами ваших Учащихся Вы нас здорово Выручили бы Так хочется К Новому году Устроить детям Новоселье Ну пожалуйста Помогите Закончить кладку В срок Ведь осталось Же всего Полэтажа Я понимаю вас Но это невозможно Ребята недавно Пришли на практику У них Совсем нет опыта А как же быть Кроме вас Никто нам сейчас Не поможет С этой работой Они не справятся Как вы считаете Кантемир Асламбекович Мы подумаем Хотя Это запрещено Как стало С этой группой Считаю Что предложение Мурата Нам нужно поддержать Еще чего Пусть сам работает На строительстве Этого детского сада Во Правильно Ни шаков нет Весплаты Работать Иди сам работай Чего ты Иди и работай Если ты хочешь работать Иди сам работай Иди Мурата Прошу поднять руки Пускай идут Пускай Что не вышло И когда только починят Эту чертову котельную А ты что Сегодня на стройку Не пойдешь Один работал Как осел Другой кричал По ослинам Нет уж Пусть он сам И кричит Работает А у меня свидание Ем Ем А мускулы Так и не прибавляются Спортом надо заниматься Я уже три года Хожу на борьбу Сначала у нас в селе А теперь здесь В училище А ты не хочешь заниматься? А меня не возьмут Возьмут Хочешь я поговорю с тренером? А что? Поговори В час свидания В час признания К нам соловей летит О, Фатимочка О, Фатимочка Скачет к тебе джигит Скачет к тебе джигит О, Фатимочка О, Фатимочка Скачет к тебе джигит О! Кто это сделал? Кто? Я сегодня же поговорю с ним Поговори Куда ты спрятал краску? Это ты сделал Ты больше некому Зачем ты это делаешь? Где краска? Какая краска? Какая? Что с ним? Все равно найду краску Что случилось? Что-то шум Ребята Это, по-моему, золотая монета Золотая монета? А ну покажи Как же? Послушайте А ведь он вор Он украл ее на раскопках Помнишь, ты рассказывал о них? Ты что говоришь? Я впервые вижу ее Впервые? Как монета попала в твой рюкзак? Не знаю Не слышу Не знаю Мурат Постарайся вспомнить На твоем участке Работал еще кто-нибудь? Нет Только я работал Что вы имеете в виду? Чуть позже В том месте, где работал Мурат Мы обнаружили каменную нишу Засыпанную свежей землей Она оказалась пуста Ну что ж Придется сообщить в милицию Кабулов Подождите Успокойся, Кантемир Зря горячишься В этом деле Надо разобраться Заходи Садись Ну как, принес? Принес Показывай Эй, нет Сперва ты Ух ты Антика? Да Золотая Ясно, золотая Где достал? Где достал, там уже нет У меня еще есть такие Еще? Сколько хочешь? Пятьдесят Друговато Да мне за нее, если хочешь Жнать, шестьдесят дают Шестьдесят А не врешь? А что? Разве не стоит? Ладно, тридцать Ну и жадина же ты Тридцать пять Показывай Издеваешься? Ну я пойду? Иди До свидания Заходи Нет Что-нибудь случилось? Случилось Что? В моем рюкзаке нашли старинную золотую монету Все говорят о нас в раскопах, что в нашем селе И что я ее украл Наверное, и в милицию сообщили В милицию? Угу А я не знаю, как она попала ко мне в рюкзак Слушай, Заур Может ты что-то находил, а? Я? С чего ты взял? Я ничего не находил Ты что, плачешь? Дежурный Я Где Мурат Каболов? А его нет Уже третий день Третий день? И вы молчите? Алексей Где Мурат? Не знаю Он ушел, когда меня не было Я думал, что он вернется, но Не знаю Может быть А вещи? Вещи где? Вещей тоже нет Садись Удрал он со своим золотом Замолчи, Сайрагов Пожалуйста Здравствуй Здравствуйте Ты брат Мурата? Да А где он сам? Не знаю Он у нас уже не живет Его надо искать в общежитии Тебя как звать? Заур Так вот, Заур Я мастер Мурата И мне нужно поговорить с твоими родителями А их нет Но я им все передам Заходите Твой отец с кем работает? Зал базы Какой? Не знаю Где фотографировал? Да я уж не помню Кажется в Дарьяском ущелье Это что, археологические раскопки? Да Ну, по-моему, это По-моему, это Фиагдон Может быть Я уж не помню Вот как А с Муратом Вы просто родственники Или друзья? Друзья Это хорошо, что друзья Конечно Друг Это опора в жизни Угу Вот был у меня друг На фронте Саша Карелин Из Подмосковья Тогда мы с ним И еще одним солдатом Связистами служили при штабе полка И вот приходит однажды командир И срочно требует связь Мы к аппарату А связи нет Командир очень рассердился Немедленно, говорит, проверить линию Вот мой друг И пошел проверять ее Да так и не вернулся Убил его фашистский снайпер Конечно На войне убивают Но когда люди гибнут Вот так, как мой друг Бывает вдвойне горько Почему? Линия-то, оказывается, была цела Как? Все дело было в самом аппарате И об этом знал Тот Третий А из-за боязни, что его накажут Промолчал Так из-за маленькой лжи погиб мой друг А он, между прочим Того солдата Раненым На себе из огня вынес О, уже четыре часа Мне пора А вы не сказали Что передать родителям? Передай родителям Что Мурат куда-то исчез Исчез? Да Его нет ни в училище Ни в общежитии Уже третий день Третий день? Третий день Если что-нибудь Узнаешь о Мурате Обязательно сообщи До свидания До свидания Спасибо большое Пожалуйста До свидания Вы принимаете? Да Пожалуйста Поселок Теогдон Да Когда дойдет? Сегодня к вечеру Хорошо Ты что? С ума сошел? Давай мою монету назад Я раздумаю меняться Как это так? Понимаешь Не могу я ее тебе отдать Не могу Что значит не могу? Да она если хочет знать Уже моя Это почему? Мы с тобой менялись Менялись Я тебя обманул в чем-нибудь? Ну нет Значит монета юридически моя Мирбек Ну прошу тебя Пожалуйста Что ты пристал? Сказал не отдам Значит не отдам Может я у тебя никогда и не брал Как не брал? А вот так Не брал и все Докажи Ай Ой 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 Эй Эй Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Какая прелесть. Сколько это сейчас может стоить? Смотря кому продавать. Если человеку знающему, им цены нет. Тут на две Волги хватит. Боюсь я. Не бойся. Главное выяснить, знает ли о них еще кто-нибудь, кроме Заура. Что ты ему скажешь, когда он придет? Скажу ему, чтобы помалкивал. Ой, где его носит? Ну-ка, иди сюда. Откуда это? Отвечай. Нашел. Где? В селе, на раскопках. А может быть нашел Мурат и попросил тебя спрятать? А? Нет. Мурат ничего не знает. Угу. Кто-нибудь видел, как ты нашел монеты? Нет. Ты с ума сошел? Хочешь, чтобы на каждом углу говорили, что сын Асламбека вор? Вот что. Эти монеты оставь здесь. И давай договориться. Ты ничего не находил. А я ничего не видел. Я не думал, что ты такой. Так, по-твоему, я хочу их присвоить? Да. Аслан! Заурик! КОНЕЦ КОНЕЦ Лена! Как ты очутилась здесь? Как очутилась? Да где только я не искала тебя эти дни. Сколько часов простояла здесь на набережной. Где ты был? Почему ничего не сказал мне? Знаешь, как ребята тебя ждут. Почему? Ты же всех уговорил ходить на стройку. Ах, да. Как я мог забыть? Как я мог забыть тебя? Пойдем. Да будет добрым твой день. Здравствуйте. Проходите. Я дед Мурата Кабалова. А? Садитесь, пожалуйста. Что это за телеграмма? Что с моим внуком? С вашим внуком неприятности. Что? Неприятности? Говори толком. Можно? Да, входите. Добрый день. Здравствуйте. Кстати, это дедушка того парня, из-за которого мы вас вызвали. А зачем он здесь? Дело в том, что у вашего внука в рюкзаке нашли очень древнюю, дорогостоящую золотую монету, представляющую большой научный интерес. Какая золотая монета? А Джон, ты говоришь, у нас никогда не было золота. Наверное, ему ее подбросили. Кто это будет подбрасывать золото? Что-то в моей практике такого никогда не было. В твоей практике много чего не было. Молот еще. Ты лучше расскажи, как он учится. Учится он хорошо. Мастер хвалит. Вот с этого бы и начинал. Он работать любит. Он не может и секунды без дела посидеть. и воровать не может. Видите ли, уважаемый, второе не является следствием первого. Что он сказал? Первое, второе. Ты проще говорить можешь? Добрый день. Здравствуйте. А, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка нашего ученика Каболова. Познакомьтесь. Очень приятно. А ну, а ну, а ну, а ну. Подожди, подожди. Ваш ученик Каболов совершенно не виноват. Ну, что я говорил? А ты? В моей практике, в моей практике. Ой. Монета попала к нему случайно. Она выпала из кувшина, который на раскопках нашел его двоюродный брат. Так это ты? Ты истощил этот кувшин. Я тебе сейчас покажу. Попадем. Не надо волноваться. Успокойтесь. Ну, погоди. Я еще займусь тобой. Все верну. Все. В кувшине был найден свиток. Мы его только что расшифровали у нас в институте. Это завещание. Оно довольно пространно. И я не буду его полностью зачитывать. Оно, несомненно, интересно для науки. Но вам я хочу прочесть вот это. А больше всего, сын мой, береги башню. Она не раз спасала наш род от полного истребления. Да восславится имя ее строителя Кабо Каболова. Кабо Каболова? Так это же имя моего далекого предка. Я о нем слышал от своего деда. Именно от Кабо пошла строительная специальность в нашем роду. А год какой стоит в завещании? 1576. А-а-а. Вот это династия. Послушайте, а где же мой внук? Не нашли еще? Нет, ищем. Найдем. Повыше чуть-чуть. Мурат вернется в училище? Не знаю. Интересно, кто все-таки подсыпал краску для волос Ирбеку? Я. Ты? Ой, Ленка, вот это отомстила. Он даже в женскую парикмахерскую бегал перекрашиваться. Ну и крановщицы. Но кто же так работает? А что? Вы снесли четыре стены, опрокинули грузовик и придавили насмерть мастера. Лена. Здравствуй. Здравствуй. Ну, как дела? Нормально. Проголодался? Спасибо. Ты никому не сказала, что я здесь? Нет, никому. Кроме Фатимы. Нашла, кому говорить. Фатиме. Теперь все узнают, что я здесь, будут приходить уговаривать. А может, ты все-таки вернешься? Знаешь, как в училище все переполошились? Ребята даже к тебе в село ездили. Ко мне? Не волнуйся, к вам домой они не заходили. Возвращайся. Нет, я решил уехать домой. Когда? Закончу кладку и уеду. Кто здесь? Что вы тут делаете? А, вы, по-моему, из того самого училища. А вы заведующая детским садом. Я вас сразу узнал. Ой, стенка стала выше. Это она? Ага. Поехали. Только не обгоняй. Лейтенант, зачем мы едем за этой девушкой? Потом поймете, уважаемый. Вот. Игорь Негода. Игорь Негода. АПЛОДИСМЕНТИЬ КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуй! Здравствуй! Заходи! Эх! За мной! КОНЕЦ Ничего не понимаю. Здравствуйте! 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 А-а-а! К вам-то я и собиралась! Ну что ж, заходите! Заходите! Прошу! Спасибо! Неожиданная встреча! Эй! Это ваш внук? Он, он! Так вот ты где! А мы тебя ищем повсюду! С ног сбились! Спасибо милиции! Я монеты не брал! Мы знаем, что ты ни в чем не виноват! Заур нам все раскацал! Это он! Стащили! Где он там? Я тебе покажу! Мурат, перестань плакать! Даже если очень обидно! Кому говорю? Стыдно мужчине плакать! А ну перестань! Перестань! Улыбнись! Вот так! Вот это уже по-мужски! И все-таки я никак не пойму, каким образом Мурат очутился у вас! Каким образом? Я нашла его на стройке и чуть ли не силой затащила сюда к себе! А где он ночевал там? У сторожа в будке! А что он там делал? Как что? Работал! Он целую стену выложил вдвоем с Леночкой! И знаете, что мне больше всего понравилось в ваших ребятах? Мы, взрослые, очень часто даем друг другу обещания и очень редко выполняем их! А Мурат с Леночкой просто пришли и стали работать! Без лишних слов! Молодцы! Большое им спасибо! Это ребята из нашего училища! Я пойду? Иди, Мурат! Иди! Иди, Мурат! Что стоишь? Пойдем с нами! Пойдем, пойдем! Ну, мизмарь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА